Здравствуйте, друзья! С вами преподаватель по школьной программе Елена Владимировна. И сегодня мы продолжаем готовиться к контрольной работе ВПР для 5-го класса по математике. Ребята-пятиклассники, смотрите, мы решаем сегодня шестой номер. Это решение задач. И я вам сегодня предлагаю решать задачки при помощи пропорции. Да, вы все боитесь пропорций. Вы не все понимаете, как решать задачки пропорциями. А пропорции – это очень удобный механизм, чтобы решать любые задачки. И сейчас я вам это покажу. Давайте приступим. Ребята, читаем задачу всегда три раза, не меньше. Читаем задачку три раза. Это обязательно. Итак, когда вы прочитали три раза задачу, первое, что вы должны у себя спросить, а в ответе число увеличится или нет. Вот смотрите, принтер печатает 72 страницы за 3 минуты, а 120 страниц он напечатает за больше минут или меньше. 72 странички за 3 минуты, а 120… Но ведь явно же за больше, да? И это очень хорошо для нас с вами, потому что мы сейчас с вами составим простую пропорцию. Вот как это делается. Пишем 72. Проводим палочку. Пишем это 3 минуты. Теперь пишем 120. Видите, мы странички написали под страничками. Странички и странички живут в одной колоночке. Опять проводим палочку. А мы минуты знаем, за какое время. Мы знаем, за сколько минут 120 он напечатает. Нет, это как раз то, о чем у нас спрашивают. Поэтому, когда не знаем что-то, мы ставим х. Это удобно, ребят, ставьте х. А вот теперь подставляем сюда палочку и сюда палочку. Получилась пропорция 72,120 равно 3, деленное на х. И сейчас бояться не надо. Я покажу вам, как делается пропорция. Пропорция решается чудесной бабочкой. Смотрите, какой бабочкой решается пропорция. Эту бабочку все очень любят и в пятом, и в шестом, и в седьмом классе. Да и учителя, они, скрою, тоже любят бабочку. Посерединке будет умножение. Давайте решать эту чудесную пропорцию. Мы 72 умножим на х. 120 умножить на 3. Я не буду долго рассказывать, как что умножается, просто буду делать. Итак, видите, друзья, 72 умножаем на х. Получается, поверьте, 360. Отсюда х равен… Взгляните, х мешает 72, мешает со знаком умножения. Переедет в эту часть со знаком деления. Покажу. Вот вам и вся пропорция. Вы боитесь все время пропорций. Не надо бояться пропорций. х равен 5, друзья. Ответ, друзья мои, за 5 минут. Принтер напечатает 120 страниц. Смотрите, что мы сделали. Мы прикинули ответ заранее. Видите, здесь время увеличилось, страницы увеличились. И время увеличилось. Видите, это очень важно. Когда страницы увеличились и время увеличилось, мы составляем совершенно простую пропорцию. А теперь я покажу вам неприятную пропорцию, из-за чего вы все не любите пропорции. Давайте покажу. Итак, вот эта задачка. Читаем всегда по 3 раза, ребят. Не расстраивайте меня. Читайте по 3 раза. Прочитали, начинаем анализировать. Трое маляров за 5 дней. Но ведь еще 2 маляров добавили. А если 2 маляров добавили, их уже стало 5, правильно? А как, по-вашему, количество дней увеличится, как в той задаче, в предыдущей, или оно уменьшится? Ребята, здесь есть слово «подсказка» для ускорения работы. Получается, что уменьшится количество дней. Помните, там было листы и время, и все увеличилось потом. А вот здесь будет не совсем так. Когда вы прикинете, вы все увидите. Здесь маляры увеличились, а время уменьшится. Показываю, как решать такую задачу. Смотрите. Мы точно так же пишем. Трое маляров ставим 3. Точно так же проводим палочку и ставим 5. Но добавили еще 2. Сколько теперь стало маляров? 3 и 2. Конечно, 5. Умнички. А мы знаем, сколько времени? Нет, не знаем. Поэтому мы, конечно же, напишем х. Но так как у нас здесь в ответе время не увеличится, как в той задаче, а уменьшится, то мы с вами берем и меняем местами. Поняли, в чем хитрость? Если вы видите, что в ответе что-то не увеличивается, а уменьшается, то тогда вы делаете замену местами. Вы сейчас вот это поменяете местами. Покажу, как. А вот теперь, ребята, просто меняем местами, и все. Так бывает, когда в задаче в ответе вы прикинули, и у вас что-то не увеличилось, а уменьшилось по сравнению с предыдущими данными в задаче. Это называется обратная, ребята, пропорция, но вы это не запоминайте, вам, наверное, не пригодится. Главное, всегда прикидывайте смекалку, применяйте, ребят. Делаем чудесную бабочку. Поехали, друзья. 3 помножить на 5 – 15. 5 помножить на х. 5х равно посерединке. Смотрите, х умешает пятерка со знаком умножения, значит, пятерка переедет сюда к пятнашке со знаком деления. Я тут х напишу. Х равен… Поехали, ставим 15, деленное на 5. Отсюда х равен… Друзья, 3! Прочитаем задачку и прикинем, правильно ли мы с вами поступили. Трое маляров за 5 дней. А если добавили еще двух и стало 5 маляров, так они за три дня все закончат. Вот, ребята, мы и разобрались с нашими пропорциями, и вы теперь их бояться не будете. А с вами был преподаватель по школьным предметам Елена Владимировна. Ребят, очень приятно будет мне, если вы подпишетесь на мой канал. Это очень поможет развитию моего канала. Буду дальше вам все рассказывать понятным человеческим языком. Все, друзья. Удачи на контрольных экзаменах. Ни пуха, ни пера. Продолжение следует...